на беларусь 4 программа де-факто мы подводим итоги недели вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайная ситуация в студии александр гамоля здравствуйте высокая скорость и резкие маневры сотрудники гаи говорят о всплеске дтп со смертельным исходом потайная дверь привела к хранилищу самогона в речице удалось вывести из теневого оборота более полутора тысяч литров спиртосодержащей продукции многолюдно но безопасно о том как охраняется гомельский железнодорожный вокзал репортаж алексея немкевича преступления и травматизм о соблюдении законов сфере пассажирского транспорта и перевозок поговорим с гомельским транспортным прокурором сергеем казакевичем а также городской автобус упавший в реку с пассажирами и побег из здания суда все самое интересное в рубрике я очевидец оставайтесь на канале и начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние семь дней в центре внимания наших корреспондентов самая нашумевшая факты и чрезвычайная ситуация в гомельском районе женщина-водитель за рулем и киа рио двигаясь по автодороге прибор урицкая не учла дорожные погодные условия превысила скорость итог водитель не справилась с управлением машина перевернулась и оказалась в пивете в гомеле на путепроводе по проспекту космонавтов два автомобиля рено встретились в лобовом столкновении женщина-водитель управляла рено меган и при пристроении в левую полосу движения по касательной зацепила идущий рядом грузовик после этого легковушка вошла в неуправляемый занос выехала на встречную полосу и столкнулась автомобилем рено лагуна сотрудникам милиции в речицы удалось вывести из теневого оборота более полутора тысяч литров спиртосодержащей продукции потайная дверь в частном доме в райцентре привела в хранилище крупной партии контрафактного алкоголя у оперативников была информация что житель речицы замешан в теневом алкобизнесе хорошо замаскированном помещении на цокольном этаже он хранил ящики с водкой российского производства канистры со светлой и темной жидкостью предположительно спиртом и коньяком документы и акцизные марки на алкоголь отсутствовали крупная партия контрафактного спиртного направлена на экспертизу жителю рогачева грозит два года лишения свободы мужчина пытался вернуть бросившую его любимую угрожая ей муляжом гранаты женщина подключила к любовным разборкам милицию следственном комитете возбудили уголовное дело по статье угроза убийством известно что подозреваемый признался в совершенном и сам указал место где спрятал муляж в калинковическом районе совершено нападение на трех жителей городка юровичи один человек скончался двое находятся в больнице установлено что в ночь с 3 на 4 ноября компания молодых людей возле частного дома умышленно избила 38-летнего хозяина и его 45-летнего соседа после этого агрессоры взломали входную дверь частного дома проникли внутрь и нанесли телесное повреждение 33-летней супруги владельца с травмами различной степени тяжести потерпевшие доставлены в больницу в которой вечером 4 ноября скончался сосед супружеской пары правоохранителями задержаны три местных жителя с ними сейчас работают следователи в деревне бацунь буду кошелевского района на пожаре в жилом доме погибло два человека пенсионерка и ее сын по прибытии к месту вызова первых подразделений мчс деревянный дом был полностью охвачен огнем при проведении разведки звеном газа дымозащитной службы на полу в горящей комнате были обнаружены обгоревшие тела пожилой женщины ее 55-летнего сына спастись смогла только сожительница погибшего которая на момент пожара была на работе в результате чп огнем уничтожена кровля повреждены стены и имущество причина возгорания устанавливается одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении печальное падение с высоты накануне выходных в приемный покой калинковической райбольницы доставили ребенка из райцентра у годовалого мальчика диагностировали множественные переломы он находится в реанимации выяснилось что травму он получил выпав из окна четвертого этажа дома по улице шкуркова милиция сейчас проводит проверку в жлобине произошло дтп со смертельным исходом 20-летний водитель на ауди при выезде с второстепенной дороги не пропустил форд от столкновения машину отбросила на опору лэп таксист не пострадал чего нельзя сказать о пассажирах ауди 20-летний мужчина погиб 18-летний доставлен в реанимацию виновник аварии сбежал однако через два часа был задержан жуткая дтп произошедшая в прошлом месяце в могилевской области в котором погибло пять человек подняла на повестку проблему обозначения в темное время суток сельхозтехники и крупногабаритных грузов светоотражающими элементами как обстоят дела с дорожной безопасностью в нашем регионе и что предпринимается сотрудниками гаи для предотвращения подобных аварий в следующем репортаже в результате автомобильной аварии в могилевской области четыре человека погибли сразу на месте происшествия еще одна пострадавшая через несколько дней от полученных травм скончалась в больнице трагедия произошла всего через час после захода солнца 40-летняя женщина-водитель не заметила впереди идущий трактор с прицепленными к нему плугами и легковой автомобиль на большой скорости буквально нанизался на них кузов рено логан порезал а словно бумагу бритвой эта трагедия заставила проанализировать проводимую работу по соблюдению требований безопасности и усилить контроль за передвижением сельскохозяйственной и крупногабаритной технике как со стороны владельцев так и госавтоинспекциям сотрудники госавтоинспекции гом Adventure проводят направленную работу по контролю передвижению сельскохозяйственной техники а также крупногабаритных транспортных средств. В связи с этим, сотрудники госавтоинспекции проверяют допуск участия в дорожном движении не только транспортных средств, но и водителя, а также физическое состояние водителя. При выезде с территориями их дворов, а также во время движения инспекторами проверяются исправность автомобилей, тракторов, самоходных машин, прицепного и навесного оборудования. Особое внимание уделяется наличию световозвращающих элементов и исправности электрооборудования, предназначенного для указания поворотов, стоп-сигналов и габаритных огней. Однако не всегда даже полное соответствие с технической документацией завода-изготовителя обеспечивает требуемый уровень безопасности, и с этим соглашаются и руководители, и ответственные лица сельхозпредприятий, в чем ведении находится техника. У нас было в 16-м году постановление комиссии областной по безопасности дорожного движения по установке данных маячков на усе трактора. Мы эту систему всю выполнили и установили, но потом пошли какие-то непонятные разборки. Завод-изготовитель не устанавливает, не предусмотрено. Только на трактора, они же насыщенные, 30-22, 35-22 уже устанавливаются данные маячки. А на всех остальных их не было. Я считаю, что это не такие большие затраты для того, чтобы установить этот маячок, и трактор был видимым на дороге. Но далеко не все руководители с таким пониманием относятся к требованиям безопасности. Практически ежедневно инспекторы выявляют нарушения и привлекают к административной ответственности как водителей сельхозтехники, так и менеджеров предприятий. Так, с начала года на территории области выявлено 1180 нарушений допущено со стороны водителя-механизаторов сельскохозяйственной техники. 86 водителей привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 193 водителя, не имеющих права управления, управляли данной техникой. Также к административной ответственности привлечено 794 должностных лица, которые допустили к участию в дорожном движении транспортное средство с какими-либо техними исправностями, также не допущенные к участию в дорожном движении. И 330 должностных лиц привлечены за допуск к участию в дорожном движении лиц в состоянии опьянения, либо лиц, которые не имеют права управления. Работа по организации безопасного передвижения сельхозтехники со стороны ГАИ ведется на постоянной основе во всех районах области. Тем не менее, в этом году уже произошло 44 ДТП с участием сельхозмашин. В пяти происшествиях пострадали люди. Госавтоинспекция в очередной раз призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными в пути, особенно в темное время суток, в условиях тумана и гололедицы на дорогах. Железная дорога – удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются тысячи людей каждый день. Ее развитие решило множество проблем, сократив время пребывания пассажиров в пути, доставки грузов и в то же время породило массу опасностей для человека. Только на белорусской железной дороге с начала этого года в среднем каждые шесть дней погибал один человек. По мнению специалистов, несчастье объясняется не только нарушением техники безопасности. Как живет железная дорога, кто объявляет прибытие поездов и почему вокзал – самое безопасное место? Ответы на эти вопросы в материале Алексея Немкевича. Гомельский железнодорожный вокзал – один из самых крупнейших в стране. Построенный в конце 19 века, он несколько раз перестраивался. Сейчас это целый комплекс. Здесь, например, можно найти аптеку, парикмахерскую и купить билет даже на самолет. Охраняется такой объект соответствующим. Практически вся территория просматривается камерами видеонаблюдения. Их здесь более двух десятков. Вся информация стекается вот на этот пульт. Вот на примере я могу вам показать входные двери на ЖД вокзал. Вот кто заходит, куда проходит. Можем показать даже, что у нас заказывают граждане на обед, на завтрак, кто находится. Слепых зон, то есть мест, которые не захватывают камеры, почти нет. Это позволяет контролировать обстановку и обеспечивать безопасность пассажиров, что на такой немаленькой территории делать непросто. Тысячи человек и постоянно курсирующие поезда. Все это делает вокзал, да и вообще железнодорожные пути местом повышенной опасности. Так с начала года на объектах железнодорожного транспорта Беларуси пострадали 100 человек, включая 6 несовершеннолетних. Из них 49 погибли, 33 получили травмы. Еще 18 совершили суицид, либо были травмированы при попытке самоубийства. Чаще всего случаи травматизма – это следствие игнорирования элементарных правил, а именно запрета на переход пути в неустановленных местах. И сослаться на то, что об этом пассажир не знал, здесь не получится. Предупреждающая информация постоянно транслируется на вокзалах. К слову, нашей съемочной группе удалось побывать в Дикторской, из которой и раздается всем знакомый голос. Отметим, что лишь некоторые объявления звучат вживую, в основном все уже записано. Напоминают на вокзалах и о том, что не стоит оставлять свои вещи без присмотра. И это не случайно. Кражи в людных местах – не редкость. На 100% уберечься от всех краш личного имущества, естественно, невозможно. Но мы, как правило, всем советуем гражданам, если они долгое время находятся на территории вокзала железнодорожного, ожидают здесь поездов, пользоваться услугами автоматических камер хранения. Стоимость всего 53 копейки в сутки. Сумка будет стоять под присмотром тут и видеокамеры, и работники камер хранения. Кроме шифра, кроме самого хозяина никто не знает. Поэтому это, наверное, самый надежный способ на сегодняшний день обезопасить себя от хищения своего личного имущества. В некоторых случаях сумки и документы просто забывают. Такое часто происходит в залах ожидания и в вагонах поездов. Спешащие по своим делам путешественники оставляют свой багаж под сиденьями или просто в проходах. Зачастую такой невнимательностью отличаются те, кто успел выпить чего-нибудь горячительного. Эта категория пассажиров, кстати, отдельная головная боль для милиции. Алексей Немкевич, Сергей Лукашук. Специально для программы «Де Факто». Мы часто ездим на поездах и электричках, летаем на самолетах за границу. И, конечно, хотим, чтобы путешествия были безопасными. Для сотрудников правоохранительной системы защита пассажиров от преступных посягательств – одна из приоритетных задач. О том, как она выполняется, как соблюдается законодательство и с какими просьбами обращаются люди, поговорим с Гомельским транспортным прокурором Сергеем Казакевичем. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела на объектах железной дороги? Каков уровень травматизма на сегодня? Что касается уровня травматизма, то я хочу отметить, что с начала года и до сегодняшнего дня у нас зарегистрировано 10 случаев непроизводственного травматизма, как мы его называем. Это травмирование граждан поездами. Значит, из них 5 случаев смертельных. Если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года, то у нас снижение идет с 14 до 10. То есть тогда было 14 случаев, из них было 9 случаев смертельных. Какие случаи особенно сегодня волнуют прокуратуру и почему они происходят? Нас волнует, вызывает нашу озабоченность вот случай именно суицидов, когда люди целенаправленно идут на железную дорогу, чтобы свести, скажем так, счеты с жизнью. Как я уже отметил, у нас зарегистрировано из этих 10 случаев в этом году. 4 случая суицида, 1 парасуицид. Ну, попытка самоубийства. Значит, людей, как правило, толкает на это какая-то неустроенность в жизни, социальные какие-то проблемы, финансовые. Ну, я бы хотел предостеречь потенциальных самоубийц вот от таких подобных поступков. Я хочу сказать, что депрессии, какие-то временные трудности со временем пройдут, а боль, которую вы принесете вашим родным и близким, останется с ними навсегда. Да. И всем, кого посещают вот подобные мысли о самоубийстве, хотел бы посоветоваться, значит, очень крепко подумать над своим выбором и в результате сделать правильный выбор, выбрать жизнь. Абсолютно с вами согласен. Нередко, нередко подростки, да, по незнанию вообще все устройства железной дороги, учитывая электрификацию, попадают тоже в неприятные истории, не так ли? Да, я бы хотел привести два вот таких резонансных случая, которые имели место. Один в прошлом году, другой в этом. Значит, в прошлом году 16-летний подросток в Жлобинском районе получил смертельную травму электротоком, когда он с группой таких же подростков, значит, залез на осветительную опору для того, чтобы сделать селфи. Значит, другие его друзья его снимали, значит, на видео, на мобильный телефон. Рядом с этой осветительной опорой находилась вышка контактной сети, которая, скажем так, питает электропоезда с напряжением 27 тысяч вольт. Значит, в момент приближения электропоезда был подан, значит, электрический ток на эту вышку, и данный подросток был смертельно травмирован, значит, током. После этого работникам отделения дороги мы вот выработали совместно такие мероприятия, что, ну, ничего не оставалось, как оборудовать более 300 подобных, значит, вышек специальными люками, вот, запирающимися. Которые препятствуют доступу на объект. Которые препятствуют доступу посторонних лиц на данный объект. То есть туда обычно залазят работники железнодороги, чтобы там поменять лампочки, освещение и так далее. Рассказывая о подобном случае, хочется отметить, что там были таблички предупреждающие, значит, где было написано, какое там напряжение, что это смертельно опасно. Однако, это почему-то не остановило вот этих ребят, которые полезли для того, чтобы сделать это видео. Главным при нахождении на объектах железнодорожного транспорта все-таки является соблюдение не самых сложных правил поведения на железной дороге. Вот, нахождение обязательно в трезвом состоянии на этих объектах. Не заходить, советовал бы, на объекты, на железнодорожного транспорта, на которые вход воспрещен, где висят соответствующие таблички. И это убережет, значит, и пассажиров, и людей, которые находятся на данных объектах, что от неприятностей. Все пассажиры прекрасно понимают, что на объектах железной дороги, на железнодорожных вокзалах, в поездах нужно держать деньги в укромных местах. Какова статистика краж на сегодня и так ли это, что объекты железной дороги по-прежнему остаются местами, где кражи наиболее частое явление? Да. Если сравнить статистику краж, значит, вот на сегодняшний день с аналогичным периодом прошлого года, то у нас тут также имеет место сокращение с 34 случаев до 27. Из этих 27, 22 случая – это хищение личного имущества граждан, то есть хищение мышц пассажиров. Львиную долю тут составляет хищение мобильных телефонов. Но анализируя вот эти все случаи, следует отметить, что причиной вот этого всего и фактором, который значительно облегчает работу поездных и вокзальных воров, является беспечность самих, скажем так, потенциальных потерпевших, пассажиров, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, они готовы распивать спиртное и брататься там с каждым встречным поперечным, находясь в том же поезде, оставляя свои вещи. То есть сами провоцируют преступника, чтобы против них были совершены кражи. Могут забыть эту вещь, потом уже вспомнить дома или через несколько дней. А рецепт от этих неприятностей прост. Не пить. Значит, да. Соблюдать элементарные правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. Отправляться поездку трезвым. Не распивать там спиртные напитки. Ни самому, ни с какими-то, значит, новыми знакомыми. Не завязывать ненужные знакомства с сомнительными попутчиками. Держать все вещи при себе и не оставлять их даже на короткое время. И, значит, тогда все будет в порядке. Кроме краж, какие еще преступления вот сегодня волнуют прокуратуру, транспортную прокуратуру? Ну, я бы хотел отметить, что вот особую озабоченность транспортной прокуратуры вызывают непрекращающиеся случаи незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Республики Беларусь. На сегодняшний день зарегистрировано 19 подобных случаев. Это мелкие все партии, я так понимаю, да? Да. Это, как правило, значит, люди везут для себя, для своего потребления. Но хотелось бы отметить, что это зло. Вот наркотики вовлекают, в буквальном смысле, значит, не знают границ. И в этот оборот вовлекаются люди, независимо от их материального положения, социального статуса, возраста. Ну, например, граждане Украины, которые едут на заработки в Прибалтику. Водители-дальнобойщики, индивидуальные предприниматели, водитель автобуса спортивного клуба, который везет детей на соревнования на Украину. То есть люди, которые как бы, ну, не должны были априори участвовать в незаконном обороте наркотиков, а выбирают... Да, доходит вот до трагикомичного. Гражданин России, 44-х лет, который пересекал нашу границу с Украиной, ехал. Спрашивает у таможенника, где здесь можно покурить. На вопрос таможенника, что вы собрались курить, он отвечает, марихуан. Соответственно, при личном досмотре обнаруживаются, кроме марихуаны, еще и опасные психотропные вещества. То есть он даже не пошутил? Да, да. Интересный вопрос. Ну, значит, как бы ни прятали наркотики при перевозке через границу, они в любом случае будут обнаружены работниками таможни при помощи различных спецсредств, тех же служебных собак. Но если санкция статьи, части 1 статьи 328, это незаконное хранение без цели сбыта Уголовного кодекса, предусматривает даже такое наказание, как ограничение свободы, то санкция уже статьи 328 прим. 1, это незаконное перемещение через таможенную границу, госграницу, уже наказание здесь от 3 до 7 лет лишения свободы. То есть тут нет ни ограничения свободы, ничего более мягкого. И потенциальных перевозчиков призываю лучше отказаться от подобного багажа при пересечении границы, а лучше отказаться от наркотиков вообще и навсегда. Раз мы уже затронули тему границы, то вопрос, как говорится, в руку. В 2018 году, летом этого года, широкое распространение получило информацию о том, что люди выбирают бесплатные туры выходного дня в Украину. Я говорю о схемах, когда людей приглашают быть пассажирами, они садятся в микроавтобусы, выезжают в Украину, отдыхают, еще зарабатывают на этой поездке по 20-30 долларов. И попутно подписывают документы о оформлении на себя чужих автомобилей, которые ввезены в Украину без уплаты таможенных пошлин. На этом зарабатывают определенные люди, иногда даже пассажиры не знают, какие документы они подписывают, то есть откровенно вовлекаются в мошеннические схемы. Такие перевозчики по-прежнему работают у нас в стране, и как к этому относятся компетентные органы? К сожалению, каких-то других способов, кроме профилактических, кроме опубликования в СМИ выступлений профилактических, для того, чтобы уберечь наших граждан от подобных туров на Украину, пока нет. Но еще раз повторю, что жизнь и здоровье каждого человека бесценны, и рисковать ими, участвуя в сомнительных сделках подобного рода за границей, по крайней мере неразумно. Пример тому автокатастрофа, которая произошла летом этого года, с нашими соотечественниками. Но есть также еще экономический аспект. В ближайшее время на Украине разрабатывается и будет принят нормативный документ, согласно которого все возможные штрафы и издержки лягут на формальных владельцев автомобилей, то есть наших граждан, при повторном посещении ими Украины. То есть теперь, если гражданин Белоруссии подпишет такой документ об управлении авто, он будет нести полную ответственность? Он попадает в базу и при повторном посещении им Украины, значит, тут же, прямо на таможенном переходе, на него могут возложить, значит, обязанность уплатить штраф и издержки в размере, там, несколько тысяч евро. Понятно, что сумма этих штрафов в тысячи и более раз больше первоначального заработка, который сулят нашему гражданину вот эти дельцы. Ну, может хотя бы это остановит любителей бесплатного сыра в мышеловке, вот от подобных поступков. Сергей Вячеславович, большое вам спасибо за конструктивный диалог. В студии программы «Де-факто» вместе с гомельским транспортным прокурором Сергеем Казакевичем мы обсуждали вопросы охраны правопорядка и соблюдения законодательства на объектах пассажирского транспорта. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Самые интересные кадры мобильных репортеров со всего мира. 13 человек погибли, двое числятся пропавшими без вести после падения пассажирского автобуса в реку Янзы. ЧП произошло в Китае. Машина с людьми протаранила ограждение моста и упала в воду с высоты. Когда следователи стали изучать видеозаписи, оказалось, что водителя автобуса отвлекла пассажирка. Женщина пропустила свою остановку и потребовала от мужчины срочно высадить ее на мосту. Сначала она выругалась на водителя, а затем ударила его кулаком. Мужчина ответил тем же и в этот момент потерял управление. Автобус выехал навстречу, столкнулся там с легковушкой и упал с моста. Снова Китай. Но на этот раз успешное спасение заложницы. Капитан полиции провинции Хэнань спас женщину от террориста, который приставил к ее шее нож и угрожал убить и ее, и себя в случае, если стражи порядка приблизятся более чем на три метра. Полисмен уговорил преступника обменять заложницу на себя и для успокоения захватчика связал свои руки и ноги веревками. Но как только капитану удалось приблизиться к нарушителю, он быстро скинул пут и набросился на террориста. Подоспевшие на помощь коллеги задержали преступника. Заложница не пострадала, а вот проявивший отвагу полицейский получил ножевое ранение. Стальные нервы. Это про мужчину, который никак не отреагировал на грабителя, приставившего к нему пистолет. Прямо во время ограбления крепкий мужчина зашел в магазин, проигнорировал преступника, спокойно выбрал товары на полках и оплатил их на кассе. В комментариях под видео люди сейчас спорят, заметил ли вообще этот покупатель грабителя в маске. Столкнулся с поездом и выжил. Эти кадры запечатлели видеокамеры электропоезда в Остине, США. Неожиданно на пересечении путей и автодороги в вагон врезалась легковушка. Камеры показывают реакцию машиниста и пассажиров. Первый вообще не заметил машину, так как на секунду переключил свое внимание на панель управления поездом. Водителю автомобиля повезло. Он отделался легкими травмами. Попытка нагло перестроиться привела к аварии на трассе в США. Девушка на Камре щемилась в соседний ряд, но ее не пустил водитель слева. При перестроении она зацепилась, а его автомобиль левым задним крылом. Вошла в неуправляемый занос и ударила впереди ехавший джип. Обе машины развернула и откинула на ограждение. Автомобиль девушки даже перевернулся на бок, но потом вновь встал на колеса. Что ни говори, а самые незащищенные участники дорожного движения все же скутеристы. Эта видеозапись прекрасно подтверждает вышесказанное. На ней видно, как, потеряв управление, водитель скутера упал и ударился от джип. Это так, что тот приподнялся вверх. Скутерист остался жив, но был госпитализирован с тяжелыми травмами. В американском Гамильтоне подсудимый попытался сбежать прямо из здания суда. Он воспользовался ошибкой охранников и дал стрякача. Бежал сначала по одному коридору, потом по другому, а за ним мчался десяток полицейских. Попытка дерзкая, но успехом не увенчалась. Беглец попал в тупик и был задержан охраной. Хотя, если бы открыл нужную дверь, то спокойно мог оказаться на улице. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания.